так вышла на улицу всем привет вышла на улицу показать как игр здесь сделал погреб видите типа рубероид такой просмоленный он здесь паяльной лампой смолил все прилеплял вот здесь вот эти четыре трубы с вытяжкой выходят расстояние здесь такое на самого низу вчера привезли песок крышу там сделал все изолировал привезли песок будет засыпать песок я пришла сейчас соберу малину облетает и перцы надо теплицы оборвать потому что неют уже я хотела уже все почистить теплицы игры говорит не надо не надо пускай еще растут те что на улице помидоры зеленые сорвала в подвале все сгнили фитофторы и тут видите он тоже все больное надо все все срывать цветет обрезать надо может пройдусь красный по обрываю по обрезаю сделаю томат баклажан уже нету а перцы такие вчера зашла то мы возьму на стол перцы перцы красивые обалденные а тетики большие и сатур попадали гниют я думаю может взять посушить жалко их сушить здесь хорошие мясистые короче мне план действия это оборвать красные помидоры то что они гниют перекручу сделаю из них это томат выварю много много гнилых поэтому жалко малюсенькие какие-то вообще жалко трудов поэтому красные оборву зеленые уже пускают с ними делается зреют так зреют нет так нет и перцы по обрываю и малину короче сегодня занимаюсь опять на раз заготовки с малины посмотрим сколько там ее что-нибудь может сделаю и с перцами ну и помидоры машенька пришла со школы переоделась вчера она там частично вам отвечала на комментарии спасибо говорила за поздравление всем привет спасибо за поздравление но довольно много людей поздравила вот а я сейчас пойду малинку рвать еще два баклажана нашла дашим мой машеньки дала все занесет домой вот а я за малинкой погода у нас замечательная выше 20 градусов на 2324 а сейчас посмотрим игорь скосил траву хочу посохла надо подпряговать посмотрим сколько у нас температура ого так сколько 26 и 27 26 градусов почти 27 до жарко погодка хорошие траву надо как раз посохла что утром краса на ней она важная а сейчас подсохла маша кролика выведет прогуляться и надо будет гребсти но я иду малинку сапу он как у меня тут пчелки гудят эти цветочки выручают вот все пчелки тут собирают все и пчелки не пчелки какие-то большие очень то они пчелки не такие-то мухи так ведь малина опять опять перезревает ветки ломятся маринка сейчас посрываю но опять целую миску собрала железь делаешь мне делать морозильная камера уже заполнена так уже все тоже наелись ну делать железь думаю пойду посмотрю что здесь с ремонтантной моей ежевикой посмотрите какая ягода вообще с ума сойти большущая большая большая ну вот пару ягодок так среет здесь еще зеленая цветет ну что пострелась у ними пчелы облетаются пыльцу во все несут одна семейка у меня хорошо в зиму все сиропчик взяла снизу сформировала все залито я ее трогать не буду а две семьи там получается по всем рамкам разнесли и до сих пор там расплода полно весь получается сироп что я закармливала в зиму идет на то что они кормят детвору это конечно плохо погода сама сами видите жаркая та пчела которая в зиму должна пойти она выращивая сейчас расплод это плохо потому что пчелы получается в зиму пойдет меньше но что сделать они сейчас все это выйдет и в зиму еще мало того что мало их пойдет так еще голодные поэтому вот кастрюлю развела в один литр и здесь вот этот сироп еще на два улья разделю и муравьинку пакетиках положу в два улика от клеща все два пакетика осталось положу возле самой стеночки вот так как сейчас не холодно а жарко ну как средне жарко то написано не ниже 12 и в сильную жару тоже нельзя ложить сейчас как раз такая нормальная погода уже я научена этой муравьинкой что жидкость середины выливать нельзя ведь это да за угробил одну семью поэтому действую с ней аккуратненько вынимаю пакетик возле самой стеночки ложу потому что мало того что пчел мало их еще и клещ сосет вот а муравьинка она более такая безобидная в плане в плане того что она натуральная как бы считается но это все равно кислота вот если пчел сильно погрызли клещи то конечно кислота действует на эти раны и пчелки больные все пойду не буду вам сильно мозг загружать пойду к пчелкам посмотрю что у них там окно прошлась собралась целый тазик если черный принц и мариновые красные так что работу на вечер я себе устроила сейчас предыдущую перцы соберу так собрала перцы ведро целое и еще яблоки смотрите зимние какие красивые пахнут как вообще обалдеть жалко много падает на деревьях не удерживаются разгребалась сена здесь фасташка и еще за домом сейчас сарай завезу кролику будет на зиму и курям подстилать гнезда вам видите и того что триммер то оно такое мелкое но ничего все что пропало не надо что пропадала все в сарай всем привет у нас сегодня уже утро вчера готовила томат игорь говорили защите столько томата никто его не пьет у нас еще в трехлитровых банках сок томатный стоит ну потому что грибанка большая и неудобно открыл надо сразу выпить или я распасовываю по морозильным камерам но я так подумала посмотрела что у меня в ведре еще перец насобирала вчера яблоки зимние думала компотик сварить а потом так думаю ну и вправду может мне наполовину разделить половина сделать соус томатный раз есть перец и яблоки чтобы уже ночью не идти в эту ночь уже было он мне принес банки говорю принеси мне банки литровые но все что он нашел уже полторашки принес уже банок литровых нету вот пол литровые как-то очень много крышек и они маленькие за раз эту банку и съедают поэтому взяла все это перцы перебрала красненькие такие хорошие выбрала яблоки порезала все это блендером опять взбила а у меня уже томат почти был сварен вот поэтому разделила на пополам и сварила половина томата половина томатного соуса сахар закончился поэтому в томатный соус вчера давала стакан меда нашим я соус медовый вот потому что вчера пчелам закармливала и оставила один килограмм и игорь горец в это запеки запеканку из творога хочется же тут творога много хочется чего-нибудь такого но от меня ушло на запеканку в чаи гоняли и тут к вечеру сахара осталось на утро и я планирую делать соус и смотрю что у меня сахара нет ну думаю ладно возьму мёд то бишь с прошлого года мне еще банка трехлитровая начатая была и вот мед добавляла как дела со здоровьем сегодня игорь возил дашу анализы пересдавать у даши соя было аж 40 вот пролечилась антибиотиком так вроде внешне нормально но посмотрим что анализы покажут у антона зато анализы замечательные его в эту в черную зону грязную послали вот анализы он сдал анализы хорошие но она назначила антибиотик так сказал что может быть скрыто поэтому но и чувствовался очень плохо очень болела голова все жаловался и у него кашель и насморк сильный он говорят при коронавирусе насморка нет у моей мамы был сильный насморк и тест показал но у него взяли тест вот карточку не отдали а он шоферскую комиссию проходил ему осталось пройти одного невролога и закрыть весь список и он целый день ждал этого до вечера и вот как раз получается был промежуток он зашел к терапевту я его послала кричит мама за счету я послала на карточку забрали сказали мы тебе не дадим утром возьмешь а ему уже вот вчера надо было идти на вождение на вождение набралось аж 37 человек и девочки жалуются что камера трясется не всегда настраиваюсь вот так вот спонтанно хожу хожу думаю так заснять вам кусочек и не хочется мне этот штатив все это устанавливать свет поэтому иногда так схватила телефон и снимаю но руки трясутся извиняйтесь уже сильно трясусь вот ну так информацию вам быстренько поэтому вчера быстро с утра уже прошел врачей потом в институт после института немного опоздал приехал найти начало занятий по по вождению и 37 человек а потом будет на коридоре один стул остался и все весь кабинет был занят этот суэль и занес все посмеялись я говорю давайте на коридоре посижу ну как всегда начало тебя хорошее всех уже рассмешил ну и приехал вчера чуть пораньше вот потому что у него до полдесятого аж занятия не знаю сколько он будет приезжать но это три месяца надеюсь тест нормальный будет отрицательный и все будет хорошо потому что уже занятие начал надеюсь коронавирус нас обойдет стороной ну и все поэтому вчера до трех часов ночи готовил этот соус и сейчас я никакая проснулась думаю умыться хотел еще вам вчера видео вы смонтировать с отютом мало чего я наснимала вот уже думаю ладно на следующий день выкладываю вам немножко в сообщество видео такие но где вы можете побольше со мной познакомиться если кто новенький пришел но если кто новенький пришел советую вам зайти вкладку не вкладку в этот плейлист обо мне там стримы у меня интересные там много чего обо мне узнаете вот так что последнее видео скилла там где мама мне мужа привела кстати я зашла по его кабыли поделиться видео чтобы очень много посмотров почти 90 тысяч ну и конечно людей интересуют такие видео ну чё тогда мы хорошо посидели пообщались тема интересная так что кому интересно заходите посмотрите вот ну и так пройдитесь по плейлистам кого может что интересует у меня и про инкубацию про гусят и про пчел и про огород всего понемножку так что спасибо что заходите сейчас проснулась позавтракаю и это и потом дальше вести к врачу тогда стояла три часа поэтому дашенька сейчас спит маша еще в школе придет машенька покормлю и собираюсь париклинику сегодня у меня день разбитый хорошо что игры утром завез это дашу а день получается разбитый ну ничего надо справку получить дай бог все будет хорошо главное здоровье и вы берегите себя не болеете спасибо что заходите всем пока окно вы столько у меня получилось это томат вот так выглядит еще горячие так а это кетчуп соус здесь у меня с яблочками с перцем вот чесночком в данном случае мед добавляла ну и с малины сделал опять желе полторы полтора литра получилось ну вот до трех ночи моя работа